Привет, с вами Джамбу Макс и сегодня я хотел бы рассказать о не очень радостной новости, которая касается покупки игр для иксбокса с других регионов, а конкретно Аргентины и Турции. Перед началом видеоролика, как всегда, подписывайтесь на канал, кстати, огромное вам спасибо за достижение отметки в 100к подписчиков, ну вы представляете, да, теперь у нас 100 тысяч иксбоксеров, это клево, спасибо вам. Не забывайте ставить лайки, ну и пробивать колокол, чтобы вам приходили уведомления о стримах и не только. И да, не забывайте подписываться сейчас на наш телеграм канал, где проходит розыгрыш на Калиста протокол, ссылка будет в комментариях и давайте начнем. Все вы знаете о таком прекрасном регионе, как Аргентина, в котором долго время можно было брать по дешевке игры и подписки для своего иксбокса. Эта фича по сути является самым главным преимуществом иксбокса перед плойкой в СНГ и помимо всего иксбокс хорош еще тем, что данный процесс покупки был крайне удобен. Ты отправляешь денежку, чувак тебе присылает код, ты активируешь его при помощи VPN и в целом все довольны. Но буквально вчера иксбоксеры заметили кое-какую пропажу и касается она кнопки купить как подарок. Обычный пользователь это вряд ли когда-либо бы заметил, но кто активно покупает кому-то ключи, заметили сразу. Я кстати лично это проверял вчера и действительно кнопка попросту пропала, но только лишь в двух регионах, Турции и Аргентине, как ни странно. Турция. Давайте проверим. Понимаете, да? Тут должен быть подарочек. А подарочка нет. Бразилия. FIFA Call of Duty. Конвертер. Да, через Бразилию можно купить. Кайф, да? Чтобы вы понимали, все ключи для продажи как раз многие делали этим легальным способом. То есть просто покупали кодом игру для пацанов из Microsoft Store из страны, где нет официального представительства Microsoft. При этом покупая ее именно либо через регион Турции, либо Аргентины, поскольку по отношению к нашему курсу, игры там стоят значительно дешевле. Но вчера все изменилось. Теперь кодом игру с этих регионов приобрести попросту нельзя. Именно нельзя сгенерировать ключ. Конечно, да, у продавцов, наверное, вы возможно найдете какие-то там остатки ключей по дешевке, но потом цена все-таки возрастет, если уже не возросла. По сути, после этой новости можно сказать, ну все, там, продаю Xbox, какая жесть, Xbox стал говном и так далее. Да, это неприятно. Но способ сэкономить на играх, или вернее даже просто приобрести в таких реалиях игру, все-таки остался. И это хорошо, правда это будет, опять же, дороже. Конечно, не исключено, что найдут еще какой-нибудь регион, который по отношению к нашему курсу будет недорогой, и там вам смогут приобрести ключи. Как в той же Бразилии, к примеру, там кнопка не пропала. Ну а ради экономии и покупки игр именно с Аргентины и Турции придется давать свой аккаунт продавцу. Кстати, тут я вас предостерегаю от того, что сейчас, возможно, активизируются мошенники и могут без проблем либо угнать ваш аккаунт с играми после передачи, если вы приобретете не особо проверенного чела. Либо же вас будут батить на то, что у них коды прямо по дешевке именно с Аргентины, новые. Хотя продавцам гнать их сейчас крайне невыгодно, ибо генерировать ключ в Аргентине и Турции попросту нельзя. Поэтому, если вы хотите покупать игры без каких-либо проблем, я вам всегда рекомендую проверенных ребят из X Games. Я давно их знаю, они без проблем, думаю, вам смогут помочь купить ту же подписку или игры даже в такое время. Если что, на них ссылочку оставлю в описании. Для того, чтобы вы понимали более детально процесс, как будет происходить покупка, то вы должны будете прислать им пароль и логин от вашего аккаунта, скинуть при необходимости ключ доступа в аккаунт, который придет вам на почту, для того, чтобы продавец смог зайти на ваш аккаунт. И, собственно, при помощи этого он купит вам игру. И после появления игры на вашем профиле, вы при необходимости можете сменить пароль и играть. Единственное, знаете, что при покупке каких-то изданий, ну, например, издание Call of Duty, где сезонный пропуск доступен, или издание какой-нибудь другой игры, где бонусы в виде внутриигровой валюты, сезонных пропусков и так далее, лучше их покупать на основной аккаунт, ибо в противном случае плюшки на основной аккаунт доступны не будут, ибо они работают практически всегда именно на том аккаунте, на котором куплена игра. Это важно. Да, раньше это было куда проще, ибо данные давать аккаунты никуда не нужно было, но стало так же, наверное, и как при покупке подписки, ну, а также покупки игры, как у Sony. Но у Sony на самом деле все равно с этим немножко геморни, поскольку в том же Боге войны нужно было знать заранее, в каком регионе есть русская озвучка, поскольку в Турции, кроме субтитров, там, по сути, ничего не было, и надо было покупать через Польшу, и нужно было конкретно на польский аккаунт еще покупать, иначе не пройдет ничего. У Xbox'а с этим проблем нет, самое главное скачать с вашего региона игру, и все будет окей. Кстати, раз заговорили о плойке, то у них тоже с недавних времен есть некие проблемы с приобретением, и многие жалуются на то, что через Россию они не могут завести профиль в Турции, как раз таки для того, чтобы приобрести игру, ибо привязать карту к российскому региону и купить игру, ну, на плойке попросту нельзя. Поэтому иксбоксерам даже немного повезло в этой теме, что им не нужно создавать какие-то там специальные аккаунты для конкретной игры, но сделать я вам бы все равно это бы советовал бы, поскольку мало ли там майки решат сделать тоже какое-то такое ограничение, поэтому пока есть время, заведите себе два лишних аккаунта, пусть на всякий случай будет, там, один заведите на США, другой на русский. Просто, опять же, на всякий. Почему это произошло, точно сказать сложно, ибо данный способ покупки, особенно на иксбоксе, доступен уже давно, наверное, года 4, если не больше. И почему они пытаются прикрыть это именно сейчас, без понятия. Еще, кстати, непонятности добавляет тот факт, что недавно выходила новость о том, что консоль иксбокс начинают частично снова завозить в Россию даже ростест-версии. И, собственно, именно в этот момент перекрывать нам доступ к покупкам игры, ну, как-то нелогично. Конечно, может быть, это баг, он может быть временный, там, не знаю, связанный с пятницей, еще с чем-нибудь, да, но такое вполне тоже может быть, кстати. Но меня в этом смущает то, что в этом баге всего лишь два региона, а именно Турция и Аргентина. Совпадение? Не думаю. Поэтому больше я все-таки склонен верить, что это нифига не баг, по факту с той же Бразилии можно покупать игры кодом, без предоставления профиля, но, опять же, это будет дороже. Ну, по крайней мере, просто там кнопка вот эта вот горит, что можно купить как подарок. Именно активацию кодов, кстати, по сути, никто не отменял, вы их также сможете спокойно активировать через VPN, ну, если найдете в продаже. Но, опять же, очень сильно остерегайтесь мошенников, ибо мега хлявных кодов сейчас, мне кажется, не будет нигде. И еще раз повторяю, что заблочили именно генерацию кодов, а не их активацию, это действительно важно. Также хочу обратить ваше внимание на то, что этот видос выходит 13 ноября 2022 года. Если этот видос вы смотрите не день выхода, то ситуация может поменяться. Поэтому за всем этим мы будем активно следить, держать вас в курсе, и поэтому я вам настоятельно рекомендую подписаться на нашу телегу, ну, хотя бы ради новостей. В целом, это все основные вопросы, касаемые этой темы. Если вдруг что-то изменится, мы вас обязательно будем держать в курсе, сделаем какой-нибудь видос, шортс, постс в телеге. Короче, вы точно об этом узнаете. Обязательно, кстати, пишите свое мнение на этот счет, почему, как вы думаете, это произошло, и когда это починят. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Надеюсь, эта вся ситуация решится намного скорее, чем мы думаем. Субтитры сделал DimaTorzok